КОРОЛЕВСКАЯ МИЛАСТЬ 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 Прецедентно худкий марш для войска с пехотой и артиллерией. Вот почему шведский король, почував про худший подход Великолитовских сил, только посмеялся. Карл IX имел на той момент, когда 7,5 тысячи жалмеров, в два раза более, чем Хаткевич. До того же, наше войско было стомлено худким переходом, а значит, было меньш бояздольное. Шведский монарх навод спачатку вырошел выставить на битву только частку своих силов. Але военные дарадцы Карла, что добра ведали моц лечвинских гусаров, фираканали его подрыхтовать до бою у сё войска. Моц шведов заключалась у великой колькасти пехотинцев и мушкетёров. Ставка Жьяна Хаткевича была находка своих конных гусаров. Его задачей было план на битву расстроить чераги шведской пехоты, ослабить цей огневую моц, выкарыстаць моц гусары, тяжкой кавалеры Речи Посполитой. План его близкочо удався. По-перше, вельми тяжко было воевать в той битве по той причине, что шведы имели большим трехратную перевагу у силах. Нават кавалерии шведская, якая складалась с финских райтаром, які были узброены пистолетами и рапирами. И она была большим атликой, чем кавалерия Хаткевича, чем кавалерия Речи Посполитой. И вось план удався, потому что Гетман змусил шведов першими пойти в наступ. А когда пехота рухается, она не может так эффективно вести огонь, как у звартым шерога. Так само удалось нейтрализовать, сбить с поля бою финскую эту кавалерию и заатаковать шведскую пехоту не в лоб, а с флангов и с тыла. Ну, близкочо, конечно, план, близкочое выкананье. Кали Карл IX, упевненный у своей худкой перамозе убачивания удалую атаку и худкие утеки великолитовских гусаров, он загадал почать пераслед ворога. Як только шведская пехота спустилася з узвышша, уявные утеки Литвинов вока имгненно спынилися. Вершники з усёй эмоции урзалися у шыхты неповоротливых мушкетеров. И пачалася сеча. И першими не вытрымали шведские вояры. Яны кимулися на учёки, а на вздагон им палятела пагоня. Лёс битвы был прадвызначены. Пераслед утекающего ворога протягывал щекаля 10 километров, и больше шведской пехоты назавжды засталася в околице Хрыги. Был праненый сам Карл IX. Страты ж гусара Ухаткевича были совсем незначны. Одна сотня забитыми и некальки сотня упораненых. Тые самые шведы были згодны, что это был нечуванный у истории разгром их армии, которая корысталася таким великим аутаритетом и заслуженным у Европе. Неопушную роль отыграла натуральна и моц духа наших воевт. Про гэта говорит таки эпизод, что перед битвой Хаткевич у промове казаў, что ворог шматликий, ворога на шмат больш, на што один з гусарий насмелився перабить великого гетмана сказал, ворога лягче буди лечыць по трупах, чем так лечыць аго перед битвой. Вестки про такую славную перамогу разлетелися далёка замежы наше господарство. Яна Караля Хаткевича веншавав не толькі король и великий князь Жигимон Тваза, а ле нават папа рымскі Павел Пяты дослав великому гетману адповедны лист. И хоть перамога гэтае не паклала конец войне, яна стала ясчэдной яркой сторонкой нашей истории. Историей, якой мы можем ганаритця.